Добро пожаловать на сказки Найт. Некрономикон. Загадочная книга мёртвых Безумного Араба. Об этой книге ходят легенды. Её всегда окутывал ореол зловещей тайны. Жуткие легенды, связанные с книгой мёртвых Некрономикон, знакомы человечеству уже долгое время. В разные времена книгу называли по-разному. Ключ от ворот ада, книга зла, книга мёртвых. Но сегодня чаще всего её называют книгой мёртвых Некрономикон. По преданию, книга содержит историю и магические ритуалы великих древних, расы, жившей на Земле до появления человечества. Познавшему тайны Некрономикона открывалась не только мудрость веков, но и власть над потусторонними силами. Однако книга открывает свои секреты далеко не всем, а расплатой за праздное любопытство и невежество могут стать психическое здоровье или даже смерть. Считается, что эти рукописи способны открывать врата в параллельные миры. Врата открываются в обоих направлениях, и в обмен на силу и могущество маг рискует впустить в нашу реальность духов огромной разрушающей силы. Возможно, именно поэтому книгу Некрономикон всегда старались скрыть от глаз обывателей, чтобы никто не смог её прочесть. В оригинале Некрономикон написан на арабском языке, и в момент своего создания назывался Аль-Азиф. Столь необычное название возникло как подражание зловещим ночным звукам, которые принимались арабами за демонический вой. Книгу создал безумный поэт Абдул Аль-Хазрет примерно в восьмом веке. Уроженец Санаа, одной из провинций Йемена, ещё юношей он покинул родной дом и отправился странствовать по Ближнему Востоку. Два года он прожил у развалин Вавилона. Несколько лет постигал мудрость египетских жрецов Мемфисия, а потом целое десятилетие провёл в Аравийской пустыне, которая тогда носила имя Руб Аль-Кхалии, что означает «пустая четверть», а сегодня именуется Дахна – тёмно-красная пустыня. Это место издавна считалось нечистым, и жители близлежащих земель до сих пор стараются обходить его стороной, чтобы ненароком не навлечь на себя гнев хозяев пустыни – злых духов, слуг шайтана и ангела смерти. Предания гласят, что пустыня эта населена демонами и ужасными чудовищами, а выжившего в ней всегда считали героем. Поэту повезло, он возвратился живым и остаток своей жизни провёл в сирийском городе Дамаск. Там он и создал свою таинственную книгу. По древнему арабскому поверью, именно в Дахне скрывается вход в таинственный город Ирем. Арабские мистики и маги Магрибы считали Ирем очень важным и священным местом. Согласно старым легендам, этот город был построен джинном по повелению Шаха Шаддада. Магрибы верили, что Ирем располагался на другом уровне реальности, а не в физическом месте. Они были убеждены, что колонны – это символ существ прежней расы и называли Ирем городом колонн, то есть городом древних. Сейчас от него остались лишь занесённые песком руины, под которыми погребены великие знания древней могущественной цивилизации. Во все времена маги Востока стремились отыскать путь в сокрытый город. Но сделать это было совсем непросто. Одни пытались проникнуть за грань реальности с помощью осознанных сновидений, другие – через медитации. Были и такие, кто хотел шагнуть в неведомое с помощью сильно действующих наркотиков. Неважно, каким образом, но человеку необходимо было достигнуть фаны. Состояние, когда спадают оковы плоти, а дух соединяется с великой пустотой. Тем, кто сумел обрести власть над этой священной пустотой и выйти за её пределы, открывались великое могущество и неограниченная власть над обитателями обоих миров – над людьми и джиннами. В восьмом веке тех людей, которые имели контакты с джиннами, называли маджнун – одержимыми силой. Однако в наше время это слово переводится как «безумный человек». Вот почему Аль-Хазреда считали безумным поэтом. Арабская культура утверждала, что поэтов на творчество вдохновляют джинны. Именно поэтому пророк Мухаммад настойчиво отрицал, что он был поэтом. Ему хотелось показать всем людям, что его вдохновил Аллах, а не какой-то там джинн. По арабской мифологии, джинны – это могущественные существа, жившие в мире до появления людей. Какое-то неведомое обстоятельство заставило их однажды уйти из нашего мира в другую реальность, где они и находятся ныне в спящем или замороженном состоянии. Маг, победивший пустоту, обретал силу разбудить джиннов и возродить их в нашей реальности. Неясно, каким образом йеменскому страннику удалось обнаружить дорогу в запретный город, но именно там он нашёл хранилище драгоценных манускриптов, которые содержат знания великой расы, жившей на земле задолго до появления нашей цивилизации. В культуре Востока эта раса обычно называется древней. Всё, что Абдул Аль-Хазрет узнал из манускриптов Ирама, он описал в своей книге. Правда, обнародование тайных знаний не принесло ему ни славы, ни признания. По легендам, Абдул Аль-Хазрет внезапно исчез из Дамаска, где жил последние годы жизни, и больше его никто никогда не видел. Однако народная молва утверждает, что поэт был растерзан прямо на улице каким-то жутким, невидимым чудовищем. Как бы ни сложилась судьба автора, труд его сохранился. Примерно в X веке рукопись Аль-Азив была переведена на греческий язык и получила привычное миру название некрономикон. Некро в переводе с греческого означает «мёртвый», аномос – «опыт, обычаи, правила, постулат». В 1230 году книгу перевели и на латынь. В этом переводе она сохранила греческое название. А уже позже, в XVI веке, рукопись попала в руки доктора Джона Ди, который перевёл её на английский язык. Джон Ди – это человек-легенда, фаворит королевы Елизаветы Английской, один из величайших учёных XVI века, алхимик, маг и чародей. На протяжении многих веков представители самых разных религий и культов охотились за каждым экземпляром некрономикона в надежде навсегда уничтожить столь опасный фолиант. Но, как гласят легенды, в мире существует 96 копий книги, однако лишь 7 из них имеют реальную ценность, то есть смогут служить вратами в другие измерения. Три на арабском языке, одна на греческом, две на латыни и одна на английском – та, что вышла из-под пера Джона Ди. Правители и диктаторы, такие как Наполеон, Бисмарк и Гитлер, стремились обладать истинным экземпляром некрономикона. Своей сегодняшней популярностью книга мёртвых обязана отцу литературного жанра ужасов Говарду Лавкрафту. Она упоминается почти в десятке его произведений. В конце жизни в своих письмах к друзьям Говард Лавкрафт признавался, что некрономикон – это плод его воображения. Кроме всего прочего, на страницах рукописи можно отыскать подробное описание процесса порабощения человеческих душ и инструкции по созданию психотронного оружия. Сила некрономикона ориентирована на то, чтобы книга попадала в руки только эгоцентричных и властолюбивых людей. Если же отбросить все сверхъестественные предпосылки, то никто не может сказать, что на самом деле даёт некрономикон и способен ли человек познать всю его силу. Остаётся только надеяться, что если однажды книга сама найдёт своего избранника, то им окажется мудрец, а не диктатор.